Куда пойти учиться? Выпускники Ненецкого округа уже в школе задумываются о получении будущей профессии, которую можно освоить не только за пределами региона, но и в Наринмаре, в средних профессиональных учебных заведениях. Подробности в сюжете Василия Хатанзейского. Середина июня в Ненецком округе стартует прием заявлений на получение образования в средних профессиональных учебных заведениях. В Наринмаре их три. Здесь готовят специалистов для различных сфер деятельности. Готовятся к приемной кампании и в социально-гуманитарном колледже. Набор будет открыт по пяти специальностям. На базе девятого класса мы будем принимать на специальность физическая культура и преподавание в начальных классах. И на базе одиннадцати это будет специальность финансы. Кроме того, у нас будут две группы на возмездной основе, то есть платные. На базе девяти классов мы будем принимать на специальность сетевое и системное администрирование. И на заочное обучение, на заочную форму обучения мы будем принимать специальность коррекционная педагогика. Если обучение в колледже направлено на получение гуманитарных специальностей, то Ненецкое профессиональное училище будет готовить абитуриентов по двум рабочим направлениям, а также поварскому делу. На 2021-2022 год Ненецкое профессиональное училище объявляет набор в три группы. Это по профессиям машиннездорожных и строительных машин, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и повар-кондитер. Все три группы бюджетные, по 25 человек в группе. Набор производится на основании конкурса аттестатов. То есть, чем выше балл в аттестате, тем больше шансов попасть, поступить в группы. Наряду с колледжем и училищем в столице округа будет проходить набор по четырем специальностям в Ненецком аграрно-экономическом техникуме. На 2021-2022 учебный год техникум объявил прием поступающих на очную форму обучения на базе основного общего образования, то есть девяти классов, за счет бюджетных ассигнований по таким специальностям. Защита в чрезвычайных ситуациях, срок подготовки 3 года 10 месяцев. По специальности ветеринария, срок подготовки тоже 3 года 10 месяцев. По специальности экономика и бухгалтерский учет, срок подготовки 2 года 10 месяцев. Ну и за счет средств физических лиц, то есть договор оказания платных образовательных услуг, это по специальности право и организация социального обеспечения. Срок подготовки по данному направлению 2 года 10 месяцев. Прием заявлений и документов на обучение начинается с 15 июня в Ненецком профессиональном училище, а с 18 июня в социально-гуманитарном колледже и в Ненецком аграрно-экономическом техникуме. Подробную информацию о приеме заявлений, о сроках зачисления и о вступительных испытаниях можно узнать на официальных сайтах образовательных организаций. Многие выпускники 11 классов, сдавшие ЕГЭ, поступают в высшее учебное заведение за пределами округа. Помимо питерских и московских вузов, немалой популярностью пользуются учебные заведения в Поморской столице. Многие выпускники окружных школ получают различные специальности в Северном Арктическом Федеральном Университете. Упустница Алина Беляева после окончания 11 классов поступила в САФУ на педагогическое направление с двумя профилями подготовки, технология и экономика. В 10 классе я задумывалась о поступлении и выбрала Северный Арктический Федеральный Университет. Именно он показался мне очень интересным и престижным. Проходной балл был достаточно высокий, но я подготовилась и успешно сдала ЕГЭ, после чего я поступила в САФУ. Педагогический состав здесь очень сильный, несмотря на то, что молодых преподавателей достаточно много. Преподаватели к нам требовательны, но это только на пользу нам, студентам. Выбор направлений также очень большой. Также и много возможностей реализовать себя не только в учебе, но и в общественной деятельности. Для того, чтобы поступить в учебное заведение вашей мечты, стоит уже сейчас задуматься и поднапрячься в сдаче единого государственного экзамена. Ведь от него зависит ваш средний балл при поступлении. Василий Хатанзийский, Вадим Стасюк. Телеканал Север.